Ну, начало игры прошло так, как мы и планировали. Выход из обороны от соперника и их действия в развитии атаки и позиционной атаки были предсказуемы нами. И я считаю, что во многих моментах у нас получалось отбирать мячи и проводить атаки. Один из этих моментов закончился стандартным положением, одним, потом вторым. И мы забили гол. Быстрый гол. И я считаю, что в этом моменте, когда ты владеешь инициативой, ведешь в счете, нужно продолжать доминировать, продолжать играть в атаку и больше отдавать передачу вперед, преследуя цель забить второй гол. Во втором тайме, в начале тайма был стопроцентный момент, мы его не реализовали. Не забиваешь ты, получаешь. Чего не хватило, это в ситуациях, когда мы отбирали мячи, нужно было максимально быстро начинать атаки, не затягивая, а отдавая передачи вперед нападающим или крайним полузащитникам, которые открывались между линиями. У нас это не совсем получалось. Соперник в этом плане отбирал мячи, возвращал мячи в переходной фазе и продолжал атакующее действие. В этом плане у нас не получилось. Поэтому обидное поражение. Будем разбирать, будем делать анализы и работаем над ошибками. На сегодняшнем матче играли две самые возрастные команды лики. Футбол довольно хороший был и на скоростях. Возраст не помеха. Ну а если футболист находится в хорошем состоянии и соответствует требованиям к одной или другой позиции, зачем смотреть на возраст? Есть много примеров, когда и в 38, и в 39, и в 40 играют футболисты. Главное, чтобы он играл. У нас, конечно, сегодня неоптимальный состав, потому что мы потеряли троих основных футболистов. Они даже не приехали и лежат дома с температурой. Вирус в команде свалил многих игроков. Поэтому сегодня игровое время получили игроки, которые в прошедших играх в меньшей степени были задействованы. Но, к сожалению, выиграть сегодня не удалось. Опять-таки, подчеркну, это была большая проблема сегодня, и кадровые потери внесли свои коррективы в содержание нашей игры.